всем привет дорогие друзья приветствую вас на канале варгейм и сегодня как многие из вас просили сделать обзор по украинским машинам которые возможно появится в игре но точно конечно никто не знает какие появятся кроме как оплота но сегодня я решил сделать такую вторую часть обзора 1 уже есть на моем канале там общий обзор по танкам по бмп шка а сегодня я отобрал еще несколько интересных машин больше всего мы будем касаться конечно бмп шек то есть боевых машин пехоты посмотрим парочку ббм чиков глянем отрезки видео ну а уже в конце видео я думаю подведем итоги в любом случае украинская ветка должна быть представлена в этой игре принципе украинский танкопром очень знаменит во всем мире и будем наблюдать за игрой и смотреть что же разработчики внедрят в игру какие машины и чем смогут нас порадовать ну и начнем наверное ребят от малого к великому так скажем к большому начнем с ббм чиков и хочу начать пожалуй обзорчик с легкой бронированной машины дозор б это своего рода визе лег нашей игре принципе они очень похожи исходны единственное отличие дозора от иностранных аналогов в том что его орудия его пушка вернее пулемет может стрелять без скажем солдата который будет им управлять на крыше то есть он управляется из кабин так скажем и это большой плюс украинского ббм чика так скажем ну и давайте узнаем о нем немного побольше на замену устаревших уазиков как мы все помним да при союзе у нас в основном уазы были на вооружении и так на замену устаревшие уазиком которые стали неким символом советской армии уже приходит новейшая легкая бронированная машина дозор б она соединила в себе последние мировые тенденции и инновации и ваннационные решения ребят возможность поставки дозоров в армию невозможно недооценить так как легкая бронированная машина обеспечит выполнение широкого круга задач особенно в условиях проведения антитеррористической операции все мы знаем о войне на донбассе и эти машинки там конечно незаменимы во первых потому что они очень быстро передвигаются прицельно попасть по ним тяжело все мы знаем как вбл чик доставляет неприятности в игре и эта машина в принципе как вы видите сейчас на экранах имеет тот же аналог как и вбл подобные машины уже давно находятся на вооружении всех ведущих стран мира и широко применяются в различных военных операциях особенностью этих машин является значительное бронирование которое защищает личный состав от автоматического оружия и способна уберечь жизнь экипажа после подрыва техники на мини или фугасе что особенно важно при использовании террористами тактики минной войны так дозорит для этого днище бронетехники имеет цилиндрическую форму а передние колеса вынесены вперед относительно водителя кроме того конструкция дозора предусматривает установление дополнительных модулей которые могут обеспечить эффективную защиту от крупнокалиберного оружия экипаж ребят состоит из трех человек но имеется возможность посадки десанта до 8 бойцов на вооружении этого малыша этой бронированной машины находится тяжелый пулемет нсвт утес всем знакомый калибр 12 7 миллиметров которые являются проверенным эффективным оружием для уничтожения живой силы противника легкобронированной техники также воздушных целей которые летят на малых высотах при этом весь огонь из утеса возможен прямо из салона машин то есть управлять может наводчик сидя в самой машины не был азии не подставляясь тем самым под выстрелы врага это конечно же отличает украинскую машину от многих скажем натовских образцов зарубежных образцов потому что там большой расчет делается на стрелка который вылазит через башню и управляет пулемет в принципе на дозоре такое возможно также видать это рассчитано на тот случай если будет выведена аппаратура из строя тогда придется уже управлять механически этой машинке ну вот как вы видите вот такая замечательная машинка теперь перейдем ребят к следующим агрегату следующей машинке это bmp-1 у это модернизированная машина точнее является модернизацией бмп-1 уэн с усовершенствованным боевым модулем перспективе на него может устанавливаться польская система управления огнем с тепловизором ребят это очень важно так как последнее время боевые действия тепловизор это просто незаменимая вещь речь идет об оптоэлектронном комплексе с камерой клв-1 asterea который как ожидается будет предварительно на выставки на стенде в польской компании psr с.а. то есть эта машинка выставлялась уже на выставке эта выставка уже прошла у меня данный немножко запоздал но тем не менее машинка очень интересно стоит на нее обратить внимание для солдата для пехоты это очень важно такая бронетехника боевые действия очень сильно помогает во первых она скоростная во вторых она имеет хоть какую-то защищенность вот осколков от мелкокалиберных снарядов и так далее то есть в любом случае машина интересно если она в игре появится нам будет на одну единицу прокачки скажем больше то есть любом случае интересно будет глянуть и переходим к следующему агрегату следующей машине это по-настоящему машина бронированная можно сказать тот же хаммер это бм спарта вот вы его видите на экранах как вы видите это обычная бронированная машина имеет обычную компоновку с передним расположением двигателя как вы видите отделение управления в средней части машины в кормовой части машины расположено десантное отделение бар так боевого отделения имеется 4 двери верхней части которых установлен пуленепробиваемый стекло блок две двери для водителя и командиров машин 2 для десанта также у нас лобовое стекло пуленепробиваемая ребята в корме корпуса расположена дверь для посадки и высадки десанта но это само собой разумеющиеся также имеется люк на крыше для управления огнем стрелком непосредственно с крыши верхние части бортов десантного отделения расположены амбразуры для ведения огня и стрелкового оружия по 2 с каждой стороны но это в принципе стандарт кресло десантного отделения стандартном варианте из использования выполняется складными вверх что позволяет использовать десантное отделение в качестве грузового отсека для перевозки крупногабаритных грузов или раненых скажем так передний бампер бронемашины усилен рассчитан на возможность тарана препятствий там какие-то заграждения ломать заборы и так далее понятно что таранить танк никто не будет по поводу вооружения ребят на крыше боевого отделения может быть установлена башня в которой может быть установлен 762 пулемет на это думает типа пк т и 12 7 миллиметров пулемет также что хотелось бы сказать в декабре четырнадцатого года был были представлены бронемашины вооруженные пулеметом нс вт а пятнадцатом годы были представлены же машины с пулеметом дшк и также 40 миллиметровым автоматическим гранатометом как вы видите машинка вроде бы обычная машина но имеет довольно таки внушительное вооружение для своего класса техники конечно же и если в игре такая машинка появится и будет очень скоростная не знаю какое вооружение разработчики будут выбирать и для этой машины любом случае будет интересно на это гляну ну и сейчас ребятки давайте перейдем наверно к одной из интереснейших машин который мне очень понравилось это bmpv 64 ну цифра 64 наверное многим подсказывает уже что машина на базе 64 довольно таки крепкая машина все мы знаем что это хороший советский танк прошедший не одну войну и воюющий до сих пор и вот это бмпшка и ребят имеет корпус от 64 и другими словами наша машина имеет корпус от танка ну и само собой разумеется что броня тоже как и у 64 и так что мы имеем ребята бронирование корпуса бмп в 64 лоб корпуса выдерживает попадание снарядов 105 миллиметров орудия то есть уже даже некоторые танки скажем нас также не смогут пробить ну и я думаю на большой дистанции тоже многие будут рикошете все-таки углы наклона у машинки довольно таки приличный борта у нас выдерживают 30 миллиметровые попадания то есть если по нам будет кто-то стрелять автоматически 30 миллиметровой пушки то наши борта будут крепко держать плюс у нас есть дзр как вы видите заявленные меры по повышению стойкости к минам для этого днище машины ребята усилена дополнительным бронированием но принципе это делают во многих странах нато также унификация колесной бмп с гусеничной позволяет говорить о возможности применения системы динамической и активной защиты то есть машинка ребят может быть в колесном варианте и может быть гусеничным при этом однако заявлен о том что бмп можно считать машиной класса м араб не знаю что это за класс честно говоря как-то не разбирать в этом но это это понимаю классификация натовский стран и кому интересно уже поищите погуглить вряд ли можно я не знаю что то еще сказать по этой машинке принципе видео все показано как она движется единственное конечно хотелось бы посмотреть на ее огневую мощь уже самом бою или хотя бы на стендовой стрельбе что еще хочется сказать поэтому по этой машинке ну 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 скажу вот по видео то что я посмотрел как там машинка мне показалось слоу почта но наверное это потому что сам сама 64 как сама по себе слоу почта но думаю что все таки их на харьковском заводе ребята там как-то разберутся и еще эту машинку адаптируют под современные условия на самом деле ребята я нашел колоссальное множество модернизации этой машины то есть там в различные установки башен причем они все разные там различные пулеметы то есть машина такая универсальная туда можно вставить различные модуль пока эта машина существует там нескольких экземпляров разных видов и готова для экспорта но в любом случае посмотрим возможно она появится в игре мне нравится вариант этой машины у нее есть вариант правда здесь фотограф а есть фотографии и это башня неживая то есть одно орудие сверху напоминает вот эту вот блин вечно забываю это название этой премиум машинки она сейчас не продается раньше продавалась с терминатором вместе это на шестом левеле на экс как-то там я не помню как он называется ребят уже поправьте меня в комментариях ну вот такая вот машинка ребята очень интересная бмп-шка и хотелось бы ее увидеть конечно же в игре ну и теперь переходим ребят наверно тяжеловесом это довольно таки интересные боевые машины но в любом случае если они появятся в игре это будет интересно для то есть они должны как бы и светить и как бы быть танками это бмт-72 начнем с нее как вы понимаете из цифры 72 машина создана на базе т-72 после проведения всего комплекса мероприятий по ее модернизации благодаря уникальной компоновки украинских дизельных танковых двигателей стало возможно не только значительно повысить мощность самой машины но и снабдить ее новым отделением десанта санк на отделение расположена между боевым и моторным трансмиссионным отделением в крыше корпуса машине в десантном отделении выполнены люки для посадки и десантировать ну на фотографиях вы всего ребят видите бмт-72 использует моторно-трансмиссионное отделение от танка оплот что говорит о том что машина довольно таки глубоко модернизирована и имеет большой потенциал машина может быть ребята оборудование дополнительной защитой энерго агрегатом кондиционером навигационной системой и другим оборудованием то есть она как бы универсальна на украинских заводов принципе давно разрабатываются различные модификации для различных машин и я думаю что многие модификации как раз подойдут на эту машину но как вы видите машина это просто ну тот же там то есть все показатели семьдесят двойки плюсы они улучшены за счет двигателя вот оплота дополнительные современные уже какие-то модули которые туда можно повесить будет также усилит эта машина ну в любом случае будет интересно глянуть на нее если она появится в игре правда не знаю как ее классифицировать принципе украинская армия классифицируется как бмт боевая машина скажем тяжелого класса то есть это своего рода и танк и бмп шка в одном лице ну и теперь ребят переходим к самой тяжелой пожалуй самой крутой такой бмп шки в украинской армии это btmp 84 то есть это бронированная тяжелая машина пехоты на базе восемьдесят четверки как вы уже поняли создана на основе шоссе т-84 у удлинение ходовой части которую на один опорный каток в сочетании с перекомпоновка двигателя позволило оборудовать задней части машины десантное отделение на пять человек со сможем с возможностью посадки и высадки через корму то есть у нас корме есть дверца для погрузки и высадки десанта имеется открывающиеся влево дверцы с выдвижной лесенкой в корме и подъемный люк над ней а также дополнительные люки в крыше десантного отделения по поводу вооружения ребят у нас танковая башня сохранена со всеми вытекающими то есть включая 125 или 5 миллиметровая гладкоствольная пушка кбазы спарены с ней 762 миллиметра пулемет пк т и дистанционно управляемую установку с 12 и 7 миллиметров зенитного пулемета нсвт также предусмотрена возможность введения огня из личного оружия через две расположены в бортах десантного отделения амбразура это довольно таки интересно двигатель и трансмиссия ребят что у нас здесь у нас здесь находится движок 6 т.д. 2 двухканальный но многотопливный 6 цилиндровый дизельный двигатель с горизонтальным расположением цилиндров и встречным движением поршней и жидкостное охлаждение по поводу трансмиссии она у нас механическая с двумя бортовыми планетарными коробками передач и гидроуправление семью передачами переднего и одной заднего хода соосно с коробками передач расположены обеспечивающие 4 дополнительные передачи заднего хода реверсные бортовые передачи ну и силовая установка обеспечивает работу машины в любых климатические условия в том числе при большой запыленности воздуха при температуре окружающего воздуха пределах минус 40 плюс 55 градусов цельсия то есть как вы видите такая жесткая бмп шка который принципе является тем же танком т-84 у ну и может на борту как вы видите перевозить пять человек десанта не знаю если в игре такие машинки появятся мне просто вот интересно какому классу относить тяжелые бмп шки принципе вот в россии сейчас появился тяжелый бмп это армата всем известная и вот если она появится в игре тоже куда ее классифицировать непонятно если отнести к бмп шкам то это ббм чеки получается они должны как бы светить но с другой стороны и я не знаю это вроде как и танк то есть уже пишите своих комментариев ваши надумки куда бы эти машины можно было определить принципе от нас с вами и от наших с вами обсуждений многое зависит возможно разработчики увидят эти видосики не только мои но и других ребят и возьмут на вооружение эти машины все-таки они интересны и хотелось бы чтобы украинская ветка пополнялась и имела расширенную ветку в любом случае в любом случае ребят машинки интересны даже если они попадут в игре они стоят нашего внимания ну как вы видите обзорчик получился такой кратким машинки интересные если вам понравилось пишите свои комментарии ставьте лайки и основываясь на ваших лайков ваших комментариях я уже буду думать делать еще такие видосики или не делать в любом случае всем вам спасибо за просмотр а и до следующего обзора на сегодня все всем пока и удачи ребят